так всем привет друзья мои сегодня у нас снова половой ролик в общем все на ходу что под руки попалась по памяти положил в кадр надеюсь кому-то будет сегодняшнее видео полезно в общем fostex t50rp mark 3 3 ревизия обзор на которые был у меня на канале медь всему голова это такие планары которые меня зацепили я как не фанат планарных технологий все равно приобрел себе данный модель наушников потому что покорили они наконец-то планары которые но не не единственный как бы который понравились есть и в внутриканалки планарные неплохие но опять-таки в общем захотелось для определенных сценариев когда хочется в отрыв пойти тяжеляк послушать в общем как бы принял для себя отличным вариантом вот третью версию от fostex так вот один из подписчиков посмотрел тот мой ролик сказал блин ты так заинтриговал рит я тоже купил заказал тебе едут отправь мне во францию потом в общем такая тема но он не вник в суть дела и не обратил внимание что там продавались именно первой ревизии наушники и не пришли такие понятное дело не достались очень дешево очень дешево и состояние там было тоже такое повидали не на своем веку и приведя их порядок я расскажу как у меня там сложилось с ними какая работа была выполнена в принципе может кому-то будет интересно и скажу что сравнил я звучание первой модели и 3 и смысл есть конечно смысл есть в обновлении просто приобретение пусть более дорогой но более актуальной более высококлассной по звуку модели 50rp mark 3 в общем для начала скажу ну или как в основном информация будет подана по вот этой модели наушников сравним конструктив может быть чуть-чуть давайте покажу в чем отличие ну или если не таковые наблюдаются в общем одностороннее подключение кабеля несколько более нарядные третья версия модели и голове мягкая там оранжевые вставочки эти с черным комбинациям очень классно контрастно смотрится это снял амбушюры можете видеть как здесь оформлено вроде бы и маленький звучатель еще и прикрытый пластиной перфорированные но как-то не просчитали здесь все я обзоре говорил что насколько у меня руки чешутся всегда что-то допилить доработать но вот эти mark 3 если сюда лезть тоже надо влазить сознанием дела и менять внутреннюю проводку двухпроводное подключение делать в общем съемный кабель чтобы был двухпроводный это того стоит если ты к этому не готов если ты не будешь такую довольно-таки большую работу делать то смысла трогать нет все здесь завода сделано блин более чем отлично просто классные отличные наушники с планарным излучателем на котором нанесена вот эта металлизация медная из-за этого тембры происходят которые ты которым ты веришь вот это очень классно как по мне просто бич бич планарных технологий это потому что я не верю алюминию как бы ни технично классно не звучали я просто им не верю мой разум моё сознание не верят этим тембром насколько мне там детально технично с высоким разрешением бы они играли я не верю тембром вот этим я поверил хотя тоже есть свои там огрехи темный звук ну в общем я рассказывал в своем обзоре так вот и я сказал что лучше и не трогать но все-таки же за чесалось за чесалось снял амбушюры родные кстати они вот очень неглубокие это тоже все правильно рассчитано на заводе это все идеально рассчитано просто молодцы класс но все на руки за чесались конечно полез я и вот эти в сеточки снял сорвал вот здесь была эта сеточка думаю еще там микро контраста добавлю но по моему ничего и кроме сибилян там не добавил мне так кажется то есть вот эта пластина скорее всего она очень осознанно прикрыта вот этой тряпочкой но это надо проверить я сейчас поставлю и назад приклею но мне кажется что вот высокочастотные звуки они выходят и возможно отражаясь от вот этой пластины но как зеркало вызывает эффект ну добавляет эффекта себе лявости есть проскакивает поэтому я попробую назад это поставить но вы не можете видеть как раз внутреннее убранство здесь вот еще стоял вот такой вот поролончик как раз отражение видать гасить своего рода такой правильный демпфер в общем молодцы классно они пошли вперед и mark 3 считаю что модель более удачная чем модель mark 1 первые пришли кстати в компле с комплектным одним кабелем не знаю там должен был быть такой нет по умолчанию не знают достался только один очень стыдный провод прямо позорный кабель трехметровый я его срезал хотел укоротить просто трехметровый мне нужен думаю сделай метр двадцать как обычно внутри обнаружил вот такую вот буквально волосню на прикинь планарный излучатель который надо бы качнуть и через три метра подать все эти токи импульсы вот через вот такой позор она идет то есть где там проводники и вы это попробую зачистить лак плюс там это ткань в общем было принято решение и понимание что я встрял надо что-то делать и сделал я съемный кабель на фурнитуре нотрик просто нашел в одном из магазинов он тоже там наверно ссылку ставлю что смотрю если найду где заказывал нормальная доступная по цене и классная по качеству фурнитура нотрик кабель просто взял джи сети 5 от на сердце кей нормально медяха правда пожалел что с ним связался потому что здесь каждый провод каждый проводок он коаксиальной структуры он лиц блин паять это было такое себе удовольствие с кислотой вонища страшная лак обгорает кислота испаряется это было то еще удовольствие вот ну в общем из него я сделал такой классный кабель который сюда подошел но стилистически очень классно по звук он такой базовый медный кабель не могу скажем прям классный вот есть и получше конечно но блин по малому по малому бюджету вообще классно такого вложился единственно что нотрик сейчас где там край этот нотрик довольно таки большим диаметром обладает ну как он небольшим просто большим чем здесь требуется по заводу пришлось немножко разрезать просто ножом буквально за пять минут он сделал и все здесь прекрасно становится ну в общем просто офигенно теперь по амбушюрам так как тут были амбушюры уже ушатанные убиты когда их снял оказалось что они вот такие вот они без тряпки идут то есть открытое окно вот в то в то время когда родные на марк 3 идут вот такие вот защитные тряпочки так вот по амбушюрам где искать аригу я не на не знал я заказал на алиэкспресс пришли вот такие вот они немножко больше глубины и это уже проблема неспроста неспроста фостексы делают именно вот такой вот прямо плоский блинчик все это очень грамотно рассчитано поэтому получилось как что родная ткань которая наклеена она просто наклеена здесь было ее пришлось срезать потому что там же бифидобактерии предыдущего владельца было очень много наслоено вот чисто гиену чтобы обновить пришлось ее срезать срезать отсюда ткань и установить ее сюда просто приклеил по периметру и все и вон там еще отверстие сделан такой как фаза инверта то есть тыльная часть динамика согласуется с фронтальной части тогда как в новой модели марк 3 здесь такого нет немножко другой акустическое еще решение почему было не надеть просто вот эти с алиэкспресса ну потому что он просто не понравилось больше понравились амбушюры от шур 840 нашел аригу амбушюры шур 840 на lx прикольной строчкой такой они сели просто идеально сюда просто класс просто класс они дают несколько больший размер прорези здесь ухо полностью помещается много кому такое понравится но почему я их не оставил потому что там был вот такой поролон толстючий просто толстенный поролон который ну совсем заглушил там и так не они особо прозрачно не звучат от фостекс и поэтому такой поролон вообще делал ну такой слишком смазанный не черченый не граненый звук как хотелось бы как ты вообще ждешь от планарных моделей поэтому из двух моделей амбушюр склепал одно суета может быть лишние расходы но зато вот получилось как получилось в состоянии но перевел такие наушники просто красота получит просто красота вот и с кабелем все очень круто я доволен результатом просто таким вот рубрики очумелые ручки хотел поделиться сегодня мнением поэтому если ищите амбушюры можете принять к сведению что от шур 840 прекрасно сюда подходят ну сильно глушат звук там можете срезать и будет все хорошо но все же по звуку мк3 получше пободрее вот именно бодрее очерчение плотнее звук так вот конкретнее знаешь от акцентирование в общем очень классная пропорция вот образа динамики общей микродинамики в общем очень правильно здесь настроена мне понравились третья версия а первая на все но несколько но более такая не такой динамический диапазон демонстрирует и несколько смазанных и нотков некий такой туман некоторая планарная серость что ли присутствуют звуки очень неплохая очень да но все же есть ощутимый шаг вперед по звуку в модели фостекс мк3 вот такая вот история поэтому принимайте к сведению благодарю кто посмотрел ну и до новой встречи следующим обзором наверно будет удивил сидит и на связи